Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Недельная глава называется «Шайфтим». Первая фраза – это «Судьей и насмотрящих поставь себе в своих воротах». То есть, по всей видимости, обращается Тора к еврейскому народу, что должна быть система «Судьи и насмотрящих». И, на первый взгляд, эта митсва относится к государственной митсве, если так можно сказать. То есть, они относятся к каждому еврею. Евреи, как народ, должны проследить, чтобы была система. Действительно, приводится, что в каждом городе был свой суд, в каждой области был свой суд. Если один суд не уверен, или вы хотите оспорить его мнение, вы можете идти в более высокий суд. Главный суд в Иерусалиме был суд 71 Великого Равина, был еще один суд 23 Равина. Была огромная, замечательная система судей. И, по идее, эта митсва не относится к простому еврею. Но интересно, что Тора написала ее в единственном числе. «Титэн лэхо». Лэхо в единственном числе – тебе, себе. Создаю впечатление, что Тора разговаривает с каждым из нас. И эти судни и надсмотрщики что-то имеют с каждым из нас общее. Причем, еще интересно, как бы, в ногу со временем всегда эта недельная глава выпадает на месяц Элуль. Месяц Элуль – это первая глава месяца, или вторая. Но месяц Элул – это вступительный месяц перед Рашашана. Рашашана – это день, когда судится весь вельский народ, весь мир. Потом 10 дней раскаяния, идет покаяние. И вот эта недельная глава на вступление в месяц Элуль. И суд напрашивается, что должно быть какое-то что-то общее между недельной главой, которая говорит о судях, и суд, который нам предстоит уже меньше, чем через месяц. Мы, еврейский народ, есть обычай. Весь месяц Элул трубят шафар. Многие евреи уже начали говорить слихот. Сефардские евреи уже начали говорить специальные молитвы слихот. Ташкенавские евреи начнут это только через несколько недель. Многие евреи специально добавляют специальный Таилим. Есть Псалом, Лодовит, который почти все добавляют в Шахарисе, некоторые в Минху, некоторые в Марию. То есть евреи уже начинают подготовление к суду. Интересно насчет шафара. Почему шафар? Мы как бы за целый месяц, за целый месяц до Шашанап начинаются эти приготовления. Я слышу замечательную историю, или правда, или нет. Но женщина пришла к Равину. Женщина пришла к Равину, и она сказала Равину, что она хочет развод. Но она все, она не может так жить. Она не так давно вышла замуж, буквально там меньше года. Но она уже хочет развод, страх и ужас. Равина спрашивает, что случилось. Говорит эта женщина, что мой муж, шаббас, мы поскушали трапезу, ну, чел, мясной чел. Потом мне мой муж говорит, уже дорогая, сделай мне, пожалуйста, чашечку кофе с молоком. Так я не могу с таким человеком жить. Понимаете, мы только что покушали мясной чел, то он меня просит прямым текстом. Он сказал, сделай мне чашечку кофе с молоком. Ну, Равин говорит, наверное, может быть, вы уверены, что мой муж, шаббас, не был мясной? Нет, мясной был чел. Может, он не сказал смолоком? Нет, он сказал, кофе с молоком. Прямо сразу после чего он меня попросил, этот наглец, прямо смотрел мне в глаза и говорит, дай мне чашечку кофе с молоком. Все, развод, я не хочу с таким человеком. Ну, Равин не понимает, что делать. Вроде бы религиозная семья, религиозный парень. Он знал этого парня, когда он тоже не... Ну, вызывает себе этого мужа и говорит, что происходит. Мне та жена говорит, что сразу после чего он попросил сделать тебе чашечку кофе с молоком. Как это может быть? Он говорит, Рэбе, я с ним уже женат, женат мне полгода. Все, что я не прошу, у нее занимает как минимум 6 часов, пока она это сделает. Так я подумаю, я попрошу кофе. Пока она это сделает, это кофе. Будет как раз 6 часов пройдет. Я уверен, что мужчины улыбаются, женщины тоже улыбаются. То есть мы, как евреи... Почему я эту историю рассказываю? Мы, как евреи, понимаем, что если нам сказать, что Рашашана будет через месяц, так нам надо начинать приготовление как минимум за месяц до Рашашана. Мы не можем прям за день до Рашашана начать, понимаете? Пока мы пойдем, пока мы проснемся, пока пойдем, пока надо собраться, пока найти махзор, надо же понимать, подготовиться и так далее. И после всех этих приготовлений, в конечном итоге, в последний день, перед Рашашана, люди начинают искать. Но этот шафар, который уже начинает трубить, сегодня, уже трубил шафар утром в синагоге, вчера, опять-таки, многие женщины точно не ходят в синагогу. Я не знаю, все мужчины ходят. Но шафар, он трубит. Он каждый из нас, у меня душа его чувствует и слышит. Мы должны проснуться. И вот, когда мы просыпаемся, в месяц, приходит недельная глава и говорит нам, возьми судей и надсмотришься к себе в своих воротах, которые таки да обращаются к каждому из нас. Не только к нашему народу, но и к каждому из нас. У нас есть брата. У нас точно так же, как любой компьютер, любой какая-то машина, там есть разные отверстия, разные, что можно подсоединить, можно такое подсоединить, такое подсоединить, разные виды отверстия, виды разъемов. У нас тоже, у нас есть, слава богу, два уха, у нас есть рот, у нас есть глаза. И мы, во-первых, с одной стороны, мы поглощаем информацию. Мы слышим, мы видим. С другой стороны, мы говорим. У нас есть рот. Мы выдаем информацию. Так это наши брата. Говорит Тора, одно из объяснений, что Тора обращается каждому из нас, мы должны поставить судей и надсмотрящих к себе, каждому в отдельности. Есть вещи, которые из нас никто не сможет сделать. Никакой раввин, никто не может помочь. Если я не буду следить за своими глазами, куда я смотрю, и что я читаю, и что я вижу. Если я не буду следить за своими ушами, кого я слушаю, к кому я прислушиваюсь, это я должен делать. Поэтому Тора обращается лохо к каждому из нас. Тора обращается, что ты сам со собой должен проследить. Титин лохо бахол шараха. С другой стороны, можно это объяснить. Лохо, себе. Обычно слово себе, это значит для себя. С одной стороны, себе, это кажется для себя. Но с другой стороны, себе, это для себя. Иногда люди думают, что все эти запреты и законы, даже люди, которые это, слава Богу, соблюдают, но они когда-то чувствуют, что они делают Всевышнему большое одолжение. Что вот, я уже это Всевышний, там, наверное, столько мне задолжал за весь год. На самом деле, все эти законы я делаю для себя. Больше всего выигрывают, получают от этого я. Я, моя семья, кстати, тоже. Так лохо, если вы помните, третья недельная глава в Торе называется лох лохо. Когда Бог сказал Аврааму, иди в землю обетованную. Он ему сказал, иди себе. Лох лохо. Святой Раши говорит, что ему сказали, иди для себя. Ты выиграешь. Для тебя это будет хоть дальняя дорога, и ты все вроде бы должен бросить, но для тебя это будет очень выгодная сделка, если так можно сказать. Лохо, это для тебя. Да, который нам говорит, ты будешь следить за своими глазами, ты будешь следить за своим ртом, ты будешь следить за своими ушами, что ты слышишь. Да, евреи, религиозные, богобоясные евреи, не всякий фильм он может посмотреть, мягко говоря, не всякий. Да, нельзя ходить в некоторые места, которые обычный, в кавычках, человек может пойти. Да, я не имею права говорить вещи, которые иногда хочется сказать, но я себе делаю одолжение в первую очередь. И просто немножко это проиллюстрировать, когда человек, например, молчит. Да, есть вещи, которые нельзя говорить. Нельзя говорить лошанара, нельзя сплетничать, нельзя кого-то проклинать, кричать. Написано, интересно, царь Давид, если вы посмотрите в 38-м псалме, там фраза такая есть. Так люди, комментарии подчеркивают, смотрите, немножко мелочь, но немножко изменилась глагол. Как царь Давид пишет о человеке, который, мол, это самое, не слышит. Я, они, написано, что хереш, я как глухой, который сейчас не слышит. А про немого написано, я не открою в будущем времени. Так, что он сказал, что если человек будет глухим и не слышит, когда против него что-то говорят. Да, про меня что-то сказали, да, кому-то что-то не понравилось, да, мало ли что. Но я промолчу, я не отвечу. И не потому, что мне нечего ответить. Поверьте мне, у меня есть что ответить, я тоже еврей. У меня есть что ответить, причем хорошо ответить, ух, хорошо я мог бы ответить. Я промолчу, тогда если я буду как глухой, который не слышит, так тот человек, не я, тот человек не откроет больше рот, он будет дальше молчать. Разумевается, что если у вас есть какой-то секрет, со всеми мириться, ни с кем не ссориться, молчите просто. Молчание, наши мудрецы, кстати, промолчание, это один из судей и надсмотрщик над одним из наших воротами, это наш рот. Что мы говорим, как мы говорим. Всегда лучше промолчать. Если посмотрите в Пирке, вот один из мудрецов сказал, что я жил среди мудрецов, но я лучше всего, лучше, чем молчание, я ничего не нашел. Один из комментариев Рош, он пишет очень интересную вещь, он говорит, что надо больше переживать, что если что-то не то скажешь, чем если ты потеряешь деньги. Потерять какое-то слово, это хуже, чем потерять деньги. Деньги не могут вернуться. Ты потерял деньги. Если ты потерял слово, ты уже что-то сказал, ты уже потом не вернешь. И очень многие люди бывают ситуации, когда они в прямом смысле слова теряли и всю свою карьеру, и иногда разводы могут быть. Человек, если человек приучит себя, это непросто, я согласен всем, все мы евреи, евреи большой язык, правильно, но если человек приучит себя не отвечать, действительно молчать, когда ему хочется сказать, больше всего выиграет не только тот, которому вы не ответили, но вы сами. У вас будет легче жизнь, у вас будет больше знакомых, больше родственников, больше друзей и так далее. Ваша семья будет лучше к вам обращаться. То есть говорит наша недельная глава еще раз, поставь над смотрчиков и судей в ротах своих для себя. Кстати, раз уже мы говорим про наш род, наш род мы говорим, потому что мы выдаем, если так можно сказать, но в наш род, что мы кушаем? Тоже надо следить. Даже люди, которые соблюдают кашрут, все мы знаем, те люди, которые соблюдают кашрут, есть кашерные, есть кашерные, да? Есть разные виды кашрута. Иногда человек, да, мне тогда сказали, по-моему, это кашерные, там букашек почти что нету, это самое. Мне тоже сказали, что да. Очень часто человек, когда он видит уже эту еду, очень тяжело самого себя убедить, что на самом деле богобоязненный верь такой не должен кушать. Это тоже надо следить. Это должен быть, с одной стороны, должен быть судья, решить. И ты угодно смотришь, что действительно этот человек делал. Я вспоминаю еще насчет молчания. Очень интересный комментарий. У нашего еврейского народа есть четыре праматери. У нас была, значит, Сара, Ривка, потом были две сестры, Лея и Рохал. Очень интересно, Лея и Рохал, они были как-то по-разному служили Богу. Лея, она очень много молилась. Написано, что у Леи были заплаканные глаза. Лея, она очень-очень много молилась. Она думала, что она выйдет замуж за Эйсова. Она выплакала себе глаза. Рохал, интересно, про Рохал написано, что она промолчала. Когда ее сестра выходила замуж за Якова, хотя на самом деле она должна была выйти замуж за Якова, Роха промолчал. Роха Якову ничего не рассказал. Так интересно, что потом специально Бог сделал так, чтобы Роха похоронили по дороге в Вавилон, чтобы когда еврейский народ выходил в изгнание вавилонское, они прошли мимо могилы Рохель. И написано, что они там молились. Богу услышал. Она как бы вышла на том свете. Она уже много-много лет была в мире ином. Но она как бы вышла навстречу этим евреям, которые шли в Вавилонское знание. И Бог услышал ее голос. В пророках написано, что Бог услышал голос Рохал. Почему Рохал? Ведь я бы сказал, что если есть две сестры, Лея и Рохал. Лея, она все время молилась. Рохал, она была знаменитой тем, что она умела промолчать. Наоборот, надо было похоронить там Лею. Чтобы Лея хорошо помолилась за еврейский народ. Есть разные объяснения, но наоборот, надо было Лею тогда похоронить. Лея же, как говорится, молится. Но видим отсюда, что иногда человек своим молчанием может заслугу получить больше, чем даже когда человек молится. Когда человек сумел промолчать, когда человек хочет что-то сказать. Но человек огромная заслуга. Когда у нас с вами иногда хочется что-то сказать, что-то ответить. Мы не ответили. Вы промолчали. Это огромная заслуга. И сегодняшний в долгу не останется. То есть человек, который следит за своим ртом, за своими ушами, за своими глазами. Дальше в нашей недельной главе написано про... Раз мы уже говорим про судьях. Написано, что человек, который... У него есть какая-то тяжба с другим. Или вопрос разного вида крови. Или там есть разные сложные запреты крови. Или вопрос какая-то денежная тяжба. Любая тяжба. Написано, что ты пойдешь в Иерусалим, в Верховный суд. И написано, что ты пойдешь к раввину, которая будет в твоем поколении. Очень интересный момент. Два лишних слова. Во-первых, слово «будет» — это лишнее слово. Надо было написать, что ты пойдешь к раввину твоего поколения, которое «будет». Слово «будет» — это лишнее слово на самом деле. И комментарий говорит очень интересную вещь. Раввинь должен жить своим поколением. Будет, видите, это «ее». То есть он существует. Если ты пойдешь к раввину, которая будет существовать, если так можно сказать, в твоем поколении, то раввинь должен жить. В своем поколении он знает тоже, что происходит. Во-первых, в каждом поколении свои вопросы. Недавно у нас в «Эсмедэш» обсуждали. Один еврей позвонил в пятницу, в эту пятницу позвонил, он поехал отдыхать. И так получается, что если он возвращается домой вечером, в пятницу вечером, то включается свет. Автоматически там «эссенсор». Включается свет. Невозможно его отключить. То есть он, когда заходит к себе домой, он включает свет. Вопрос, «Так не ходи, сиди дома». Да, но он хочет пойти в синагогу. Теперь вот эти вопросы, когда человек проходит, включается свет, выключается свет, можно ли так делать? А если человек болен? А если для всех этих вопросов сто лет назад не было? То есть должен быть раввин, который разбирается с современной технологией. Кроме этого, должен быть раввин, который понимает современное поколение. Даже те вопросы, вот сейчас я начал урок, что сейчас сезон раскаяния, сезон возвращения. Если вы посмотрите во многей литературе, лет 300-400 назад, приводится, сколько постов надо поститься за такой грех, сколько постов надо поститься за такой грех и так далее. Наше поколение, мы другое поколение. Понимаете, если какой-то человек, который хочет раскаяться, придет к раввину, он ему скажет, «Да, иди в снегу поваляйся». Наше поколение это не работает. То есть раввин должен понимать, с кем он разговаривает. Тора не изменилась. Я подчеркиваю много раз. Тор никогда не изменится. Законы Тора, которые Бог дал, он Бог все понимал, что будет, что изменится. Бог дал эти законы. Законы сами не изменились, но дано раввинам каждого поколения понимать, как применять эти законы в нашем поколении. И человек должен понимать, кто к нему приходит. Поэтому, кстати, очень важно, и не всегда, это очень такой нюанс важный, не всегда вопрос, который у еврея есть, надо задавать самому великому раввину. Иногда лучше задать этот вопрос тому раввину, который вас лучше знает, который ваша знает всю ситуацию, который лучше знает вашу семью, который знает все нюансы. Когда простой вопрос, просто простой, кусок курицы, или он кошерный, или он кошерный, не кошерный, не важно. Есть вопросы, которые для того, чтобы отметить, не важно, не только достаточно знать Шелхана Рух. Надо знать вас. Равин должен знать вас, вашу семью. Откуда вы приехали? Кто вы такие? Рассказывает интересную историю. Рабхая Мойзер. Был великий равин Рабхая Мойзера. Он был главином Вильнюса. Это был, собственно говоря, последний довоенный равин Вильнюса. И один раз он учился. У него был хаброс, он с другим равином. Они сидели и учились. Вдруг стук-две заходит 100 еврей и говорит, Рэба, вы знаете, я Коин. Скажите, пожалуйста, Коин может брать себе разведенную? Теперь это в Торе написано. То есть такой вопрос. Не надо знать Шелхана Рух. Это прямым текстом в Торе написано, что Коин не имеет права жениться на разведенной женщине. И тот второй равин даже немножко расстроился, что над такими глупостями приходят. Рабхая Мойзер сказал, да, можно. Тут уже совсем. Тот равин был в шоке. Понимаете, Рабхая Мойзер был великим знатоком Тора. Он мог иногда найти какое-то послабление, что-то найти, какое-то оправдание, что-то где-то. Но тут в Торе написано. И к нему пришел Коин. Задает вопрос, или я могу брать разведенную. Ему говорят, да. Он был в шоке. А тот человек ушел. Второй равин сказал, что Рабхая Мойзер извините за нескромный вопрос. Но что вы ему сказали? Говорит, Рабхая Мойзер, вы не понимаете, он кучер. Он кучер. И у него учили, как в наше время таксист, да. Так он в детстве помнил, что в Хейдере его учили, что Коин, на Идыше, Коин не мог брать разведенную. Так он хотел знать. Он женатый человек. Я его знаю. Он женатый человек. Он не женится сейчас. К нему пришла разведенная женщина. Хотела, чтобы он ее подвез куда-то. Так он хотел знать. Или можно взять, имеется в виду, взять разведенную и подвезти ее куда-то. Понятно, что можно. Так я ему сказал, что можно. Почему? Я рассказываю эту историю, потому что Рабхин, кроме того, что он должен знать, что в Торе написано, что Коин не может жениться на разведенной. Рабхин должен знать, кто ему задает вопрос, как ему ответить, какой уровень религиозности у этого человека. Поэтому в Торе написано «Пойди к Равину, которая будет, которая является Равином именно твоего поколения, которая живет этим поколением». И поэтому, кстати, в Талмуде очень часто написано, что Талмуд приводит во мнение и какой закон мы не знаем. Написано «Подождем, когда придет Илья Аланави, пророк Илья Аланави придет, он нам все расскажет». Также в Талмуде написано «Если вы нашли какую-то находку, вы не знаете, кому ее вернуть». Ну, всегда у вас будет, пока не придет Илья Аланави. Пророк Илья Аланави придет, он все расскажет. То есть много-много раз написано «Мы ждем, не дождемся, когда придет пророк Илья Аланави, и он нам все расскажет». Как и что, к чему. По идее, нам бы мой шарабейн должен был рассказать. Тору дали через мой шарабейн. По идее, самым великим раввином всех поколений был мой шарабейн. Может быть, Шлой Мамелов, царь Соломон был самый, может быть, умный, но самый великий именно раввин был мой шарабейн. Наверное, надо было бы сказать, чтобы мой шарабейн нам рассказал, почему Илья Аланави? Потому что Илья Аланави, пророк Илья, он никогда не умер. Он живьем ушел, приехал к каретам, он на небеса живым пошел. Написано, что Илья Аланави до сих пор жив. То есть он прожил в каждом поколении. То есть он такой раввин, как у другого нет. Он раввин каждого поколения. Значит, в 17 веке он тоже был раввином. В 16 веке он был раввином. В 21 веке он тоже раввин. Поэтому именно пророк Илья будет отвечать на все эти вопросы. С другой стороны, иногда человек, ну хорошо, уговорили, что надо, чтобы раввин жил этим поколением, с другой стороны, приходишь к раввину. Иногда думаешь, вот былые времена, если почитать там литературу, автобиографию, всякие биографии раввинов, какие они были раввины, как они были поглощены в Тору. Они были, сколько они всего знали. В наше время есть раввина. И сейчас я ни в коем случае не хочу опустить уровень раввинов нашего поколения, но по сравнению с раввинами 50 лет назад, которые жили, или 100 лет назад, все согласны, что не сравнить. И люди иногда, знаете, вздыхают, ну что уже. Поэтому Торо говорит, иди к раввину своего поколения, чтобы ты знал, то, что он тебе скажет, это как будто Бог тебе говорит. Мой Шапанч там пишет предисловие к своему многотомнику. Мой Шапанч, который тоже, с ним никто не может соревноваться в нашем поколении, но в своем поколении, это был середина 20 века, он пишет, что кто я такой писать законный? А вдруг я ошибусь, кто я такой? Он уже в своем поколении писал, что, слушайте, я не на уровне, здесь были такие великие комментарии шелханаруха и так далее. Кто я такой? Мой Шапанч, он, кстати, был очень знаменит своей скромностью. Я буду писать закон, я пишу, что Бог от вас хочет. Мой Шапанч приводит подтверждение, что если раввин принял какое-то решение, значит, Бог с этим согласен. Даже если, может быть, этот раввин кого-то другого поколения бы так не сказал. Может быть, в другом поколении были бы более умные люди, они бы по-другому сказали. Но в нашем поколении тот раввин, который, опять-таки, надо знать, чтобы это был таки раввин. Уже слово раввин, к сожалению, в наше время тоже понятие растяжимое. Да? Понимаете, люди знают, евреи в глубине души, я понимаю, все знают, что когда подразумеваются мудрецы Талмуда, мудрецы Торы и так далее, это имеется в виду мудрецы Талмуда и Торы. Если они вам говорят, на ихнем уровне они принимают решение, обдумали и приняли решение, это значит, что Бог это так считает. Бог пишет в Торе. То есть, это не я говорю, откуда я знаю, что Бог считает. Поймите меня правильно, я не пророк, я только учусь. Но я знаю, что в Торе, который Бог нам дал, написано, что ты должен идти к раввинам это поколение и слушать их, то, что они тебе говорят право или лево, что бы они тебе не говорили, их надо слушать. Более того, тут же начинается еще интереснее. Написано в нашей недельной главе, что если кто-то будет оспаривать решение Верховного суда. Теперь, если вам не нравится то, что ваш местечковый суд постановил, пожалуйста, вы можете апеллировать, идите в городской суд. Если вам не нравится городской, идите в областной, идите в Верховный. Но когда вы пришли в главный суд, Сен-Эдрин, там приняло решение, там было голосование, приняло решение не так, как вы считаете. Теперь, я говорю, вы, ну, мы люди простые, скромные, мы говорим, какой-то большого раввина, какой-то великий большой раввин, который, возможно, даже по уровню своему не меньше тех раввинов, которые сидят в Сен-Эдрине. Эти раввины Сен-Эдрина, 71 раввин, они проголосовали и приняли решение, даже не единогласно, они приняли какое-то решение. Например, и потом он говорит, нет, а я все равно остаюсь при своем мнении, если он возвращается в свой город. и говорит, слушайте, они могут оставаться при своем мнении, я остаюсь при своем, и он в своем городе всем говорит, делает, как он считает, в нашей недельной главе написано, он получает смертельный указ, смертный указ. Немножко непропорциональный, вроде бы. Причем, там не вопрос, который возник среди этих раввинов, какой-то великий вопрос, просто какой-то мелкий вопрос. Но если кто-то оспаривает решение суда, ему идут смертный указ, не просто смертный указ, его не сразу казняют, его казнить будут во время праздника на Холомоид, чтобы все евреи это видели. Приводится, что Халасура должна быть Ишма в Иерог, все должны это видеть, специально это делается в Холомоид, когда все евреи приходят в Иерусалим, кстати, там, где находится Верховный суд, и в Иерусалиме при всех ему дают смертный указан, и объявляют, всем объявляют, за что его казнят. Почему Всевышний, который наш Отец милосердный, который сама доброта, который нас очень любит, здесь такие суровые, строгие законы. Между прочим, маленькое отступление, практически, смертная казнь очень-очень редко принималась в Вересском суде, практически, большинство, никогда это не доходило, даже если приходили свидетели, очень часто пытались, чтобы этих свидетелей свидетельства не приняли. Написано, что даже если раз в 70 лет кого-то там убивали, это было уже жестокость. То есть не думайте, что практически там направо-налево казнили. Но в Торе написано, что как минимум запугать, человек оспаривает законы суда, все, смертный указан. Еще, сейчас, я постараюсь скоро ответить, но еще момент тоже в нашей недельной главе. Пророки. Это уже немножко дальше от нас, к сожалению. Даст Бог, чтобы мы дожили, чтобы у нас были пророки. Пророки тоже. Написано, что если человек лже-пророк, смертный указан. Если человек даже не лже-пророк, он говорит правду, но с ним Всевышний не разговаривает. Он подслушал, если так можно сказать. Он узнает какого-то другого пророка, настоящего, что ему Всевышний сказал. И теперь он от своего имени так говорит. Не обман. Бог так и так говорил. Смертный указан. Если кто-то не слушается пророка, тут уже Раша говорит, внимательно показывает в Торе, тут уже не смертный указан суда, но Бог написано, что Бог его убьет. То есть смертный указан от небес. Если кто-то не слушается этого пророка, Рамбам приводит, приводится история, представьте себе, приходит пророк и говорит, что мы вот в эту субботу должны начать военные действия. Приходит пророк от имени Бога, то есть пророк, который мы знаем, что он пророк, не самозванец, и он говорит, что все мужчины должны взять оружие, мы должны начать военные действия, почему-то освободить, напасть, неважно. Есть какой-то пожилой еврей, который всю жизнь соблюдал субботу, который прошел через все ужасы и все такое, никогда ни субботу не нарушал. И вдруг на старости лет вот он будет нарушать субботу. Если он не послушается пророка, ему Бог обещает смерть. Потому что Бог от имени себя через пророка к нам обращается. Почему же такое суровое наказание, если кто-то спорит с раввинами, если кто-то спорит с пророками? Ответ, на мой взгляд, очень простой. Это наша связь с Богом. Таким образом Бог с нами разговаривает. У нас есть связь с Богом. Бог создал этот мир. Бог дал нам Тору в 2334 года назад. И Бог продолжает эту связь с нами. Когда были пророки, это вообще было замечательно. Он через пророков с нами разговаривал. Приводится интересно, что Шауль, до того, как он стал царем, Шауль, он потерял осла. И он с одним юнцом искал этого осла. Просто потеряли осла. Они сказали, слушай, пойдем, пошли к пророку, пойдем. Шмуль был тогда пророком. Пошли, пойдем к Шмуль, он нам скажет, где найти осла. В те времена осла потеряли, к пророку ходили. Пророк помогал. То есть у нас был, у нас как бы связь наша с Богом была через пророков. В наше время, наш 1782 год, уже скоро будет, да, с Богом 83, у нас все равно есть связь с Богом. Кроме того, что мы можем с Ним разговаривать, можем к Нему молиться, можем Его просить, помаливать, сто процентов. Но у нас в ответ тоже, мы можем получить ответ. когда мы идем к Равину, опять-таки, к Мудрецу, к Равину, к хорошему, умному человеку, и мы идем с серьезным намерением, я хочу знать, что от меня Бог хочет. Я не знаю. Все хотят быть хорошими. Мне говорим, евреи, которые хочут придумать, как обойти законы Торы, мне говорим, евреи, которые хочут узнать, насколько плохо, если он это сделает. Мы говорим, евреи действительно не знают. Ту историю, которую я вам рассказывал, что лучше, идти в синагогу или включить свет или нет. Бывает ситуация, когда действительно евреи не знают, что лучше, что от меня Бог хочет. Он идет к Равину, Равину ему говорит. Надо понимать, а что Тора говорит, что этот тебе от Бога, Бог с тобой так разговаривает. Поэтому, когда евреи начинают оспаривать, начинают, а, один сказал, бывают ситуации, когда один Равин сказал одно, другой Равин говорит другое. Тоже может быть. Но, опять-таки, я хочу, я хотел привести пример. Я думаю, какой хороший пример привести, на мой взгляд. Надеюсь, никто не обидится. Есть вопрос, большой вопрос, насчет стены плача. Вот за стены плача уже много лет, там евреи молятся, и вот за стены плача, многие из вас, я уверен, достоились быть там, там есть перегородка. С одной стороны мужчина, с другой стороны женщина. Как и во многих, как во всех синагогах. И, значит, большой вопрос, возник огромный вопрос, что вот, есть такие женщины, которых это не удовлетворяет, надо, почему, зачем, перегородка, есть женщины, которые хотят принести Тору туда, есть женщины, которые хотят там молиться, есть женщины Равины, почему бы нет? Так знаете, хороший вопрос, я никого кричать не буду. Действительно, может быть, откуда-нибудь, я не знаю, кто прав, я не знаю, кто прав, я не знаю, кто виноват. Знаете что, давайте спросим хозяина, кто хозяинственный плач. Хозяинственный плач, по идее, сена плач, это часть храма, надо Бога спросить. Ну, товарищ Ташки, вы, конечно, замкнули, ну прям, и вы Бога будете спрашивать, да и как это? Ваш дурдом вас посадят, да? Ну, я вам скажу, очень просто. Бог в Торе, в нашей идейной главе написал, что если вы хотите у меня что-то спросить, спросите раввинов. Спросите раввинов, да, у нас нету Санадрина, у нас нету 71 раввин, есть очень много раввинов. Если вы поспрашиваете всех раввинов, в Израиле, за пределами Израиля, действительно серьезных, великих раввинов. Я не говорю о раввинах, потому что те женщины тоже считают себя раввин, не знаю, как называется раввинками, раввинами, я не знаю, как они себя называют. Но все мы знаем, да, когда в Торе написано, раввины, которые были в Санадрине, это не то, что Тора имела в виду. Если вы поспрашиваете всех раввин, 95% раввинов, я говорю 95%, чтобы никого не обидеть, я не знаю, кто эти 5%, которые так не говорят, 95% раввинов говорят, что, конечно, у стены плачет, это самое святое место на сегодняшний день, куда евреи могут ходить. Все-таки не должны быть мужчины вместе с женщинами, и не должна женщина ходить со свитками Торы, потому что Тора это Тора, женщина это женщина. Так стоит понимать, что это то, что от нас хочет Бог. Теперь, кому-то это не нравится, мне очень жалко, но надо спросить просто хозяина. В нашей недельной главе, это очень важно, что в нашей недельной главе то, в Торе написано, что Бог говорит, что надо слушаться, то, что раввины говорят. Люди вообще не любят по простой природе кого-то слушаться, когда они чувствуют, что они умнее всех. Но то, что Тора говорит в нашей недельной главе, и то, что я вам упомянул, что очень серьезные последствия, если не дай Бог, хас ва шалом, которые не слушаются, к сожалению, кстати, есть очень много историй, разные неприятные истории, когда простые евреи по глупости нагрубили какого-то раввина, накричали на какого-то раввина и так далее, были печальные последствия, не потому, что эти раввины такие плохие, злые, были даже истории, когда сам раввин простил, но Бог не простил, потому что это его посланник в этом мире. Поэтому наша недельная глава тоже это напоминает, особенно перед такими святыми днями. Очень хорошо иметь раввина, которого можно спросить. Но если он нам даже нет, когда вы знаете, что от вас хотят, вы можете спросить. Это напоминание в нашей недельной главе. Дальше в недельной главе написано, очень интересный момент. Еще одну историю. Я обычно не люблю возвращаться, но это просто замечательная история. Когда один раввин, он стал, получил должность только раввина. Просто раз уже говорим о раввинах, немножко разрядить обстановку. Так один раввин получил только должность свою раввинскую, молодой раввин, и он пришел к Рябьякову Каменецкому. Рябьяков Каменецкому, он был родом из Беларуси, потом уже много лет он был раввином в Торонто. И он пришел к Рябьякову Каменецкому спросить, вот, я только получил должность раввина, расскажите мне ваш опыт работы, что мне надо знать, какие умные книжки прочитать, знаете, какие-то секреты раввина. Рябьяков Каменецкому спросил, в каком городе ты будешь раввином, да, он сказал ему. Рябьяков Каменецкому сказал, ты умеешь играть в покер? Была пауза, как я понимаю, и он говорит, нет. Рябьяков Каменецкому говорит, ты должен учиться играть в покер. Он говорит, Реве, это не то, что я от вас ожидал. Он говорит, очень просто, в том городе, где ты раввин, там простые евреи, или евреи простые, там очень популярная игра в покер. Когда играют в покер, так бывает, там денежные вопросы, когда играют на деньги. Кто-то не ту карту положил, не ту карту. Куда идут? Простые говорят, идут к раввину. Так раввин в этом городе как минимум должен уметь играть в покер. Ты должен понимать свой вопрос. У тебя придется вопросом, ты даже не знаешь, как карты выглядят. Правильно? Да. Действительно, я не рекомендую всем раввинам, я не говорю, что в школах, раввинских школах, должен быть целый курс преподавания игры в покер. Но каждый раввин в своем поколении должен знать, если он в городе и играет в покер. Значит, ему надо уметь играть в покер. Просто маленькая история, которую я хотел рассказать. Вернемся еще раз к недельной главе. Дальше продолжение недельной главе очень интересное. Евреи идут на войну. На самом деле будет целая недельная глава, когда ты пойдешь на войну. Но здесь, ниже к концу недельной главы, написано, евреи идут на войну. И выступает коин, был специальный коин. Это была его должность. Мишок Мухомова специально помазали специальным елеем. И потом он, его должность была, он делал вот это объявление. И он говорит, что если кто-то только сейчас недавно женился, в течение года, пусть он не идет на войну. Потому что он боится, он умрет, погибнет. Кто-то другой женится на его девушке. Если кто-то только что построил дом, тоже пусть он не идет на войну. Потому что он погибнет, кто-то другой заберет его дом. Кто-то посеял виноградник, посадил виноградник, пусть он не женит. Пусть он не идет на войну. Вдруг кто-то другой заберет его виноградник. Паша объясняет, что кто-то другой заберет. Человек переживает. Человек переживает. Если человек с такими переживаниями идет на войну, ему тяжело воевать. Он только женился. Или он только построил дом. И вот он, и вот он идет на войну. Кто его знает? И он с такими чувствами идет на войну. Пусть он идет лучше домой. Комментарии объясняют, что происходит. Человек идет на войну. По идее, человек должен бояться, что он погибнет. Он боится, что у него заберут жену, что кто-то женится на его жене. Он боится, что у него заберут виноградник. В первую очередь, человек должен бояться, что он погибнет. Так, в первую очередь, во-первых, мы это видим. Что иногда люди в каких-то страшных ситуациях, экстремальных ситуациях, но они думают по онлой глупости. По идее, человек идет на войну. Он даже боится, что как спастись и так далее. Но он боится, что кто-то другой заберет его жену. Да, люди такие очень интересные. Это неприятно, может быть, это заслушать. Но люди так устроены. Что люди очень переживают, чтобы другому не досталось. Чтобы другому бы не досталось. А что если у него? Люди часто бывают, что люди счастливые люди, все хорошо. Вдруг они узнают, что у кого-то еще лучше. Человек, например, машина. Все хорошо, замечательно, машина. Потом он узнает, что сосед купил еще лучше машину. Человек дома. Все замечательно. А у другого еще лучше дома. Уже все расстройство, да? Так человек устроен. И это очень плохо. Так человек, который идет на войну, возможно, будет ситуация, что он не столько боится погибнуть, сколько он боится, что в его доме кто-то другой будет жить. Как говорит Тора, нам такие солдаты не нужны. Солдат, который, когда он идет на войну, будет переживать, что вдруг кто-то другой. Нам такой солдат не нужен. Нужен солдат, который думает о войне. Человек над собой должен, надо очень аккуратно, как мы начали нашу недельную главу, что должны быть судьи, должны быть насмотрщики, наши чувства, наши мысли, что мы хотим, как мы хотим. Интересная история. Мама попросила своего сына. Не там всем она случилась, поэтому я рассказываю. Очень похожая, кстати. Мама попросила своего сына принести ей что-то из кухни. Сын пошел на кухню и говорит, ма, я не могу найти. На самом деле, сыну эта вещь нужна была. Сыну нужна была вещь. Мама сказала сыну, вот там она в ящике. Сын идет, открывает ящик, смотрит, смотрит, не может найти. Возвращается, мама, я не могу найти. Она в ящике, я тебе говорю, она в ящике, в кухомном ящике. Иди смотри. Он пошел еще раз. Не может найти. И мама говорит, ну сейчас я пойду, сейчас я тебе покажу. Мне этот сын рассказывал, что у него двоякие чувства. С одной стороны, он хочет, чтобы мама этого не нашла, потому что он хочет быть прав. Потому что он уже маме сказал, что он не мог это найти. Так с одной стороны, он хочет, чтобы мама таки не нашла это. Но с другой стороны, ему нужна эта вещь. Мне этот сын рассказал очень интересную вещь. У него как бы, с одной стороны, интересные чувства у него были. Он споймал себя на мысли, насколько ему нужна была эта вещь. Но поскольку он уже маме сказал, что он не может ее найти. И он хочет доказать маме, что он прав. Так у него возникли эти чувства. Пусть лучше мама не найдет. Но я буду прав. Бывает такая ситуация. Опять-таки, может, мои слушатели на более высоком моральном уровне. Но Тора подразумевает, что есть люди, которые не на таком великом уровне. Поэтому Тора говорит, что такое тоже может быть. Человек должен за этим следить. Еще буквально несколько минут. Я хочу просто обратить внимание. Вы сами можете посмотреть это в Торе. Два маленьких момента, которые соединены. В Торе написано, что если кто-то нечаянно убил кого-то, есть целая система. Есть города-убежище, куда надо бежать. Но ему нужно искупление. Хотя он убил нечаянно. Это произошло нечаянно. Есть целая система. Ему нужно искупление. В других местах Торе тоже приводится. Когда кто-то нечаянно нарушит в субботу. По незнанию. По ошибке. Это, я не буду говорить слово наказуемо. Но надо принести искупление. Это да, грех. И второй момент тоже в нашей недельной главе. Когда нашли труп. Неизвестно, кто его убил. Просто не про кого сказано. Нашли труп погибшего. Не знаю, кто его убил. Тоже есть целая процедура. Есть целая идея. Что мудрецы, царейшины ближайшего города. Приносят специальную теленку. Телицу ее убивают. Как искупление еврейскому народу. Обе случая. Вроде бы человек не согрешил. В первом случае он нечаянно убил. Второй случай вообще никто не убил. Мы не знаем, кто убийца. Мы видим отсюда, что очень часто человек недооценивает, за что надо просить даже прощения всевышленные. В наше время есть такая тенденция. Ну, Бог хороший, Бог простит. Мы такие хорошие. Особенно, если люди стали религиозными. Действительно. Я с этим не спорю. Бог действительно очень хороший. Бог добрый. Бог хочет простить. Это все правильно. Но просто надо не забывать, что с другой стороны, везде написано, что каждая мелочь записана. Каждая мелочь. За каждую мелочь человек должен отвечать. За каждое сказанное слово. И даже за те вещи, которые он по ошибке сделал. Смотря какая ошибка. Иногда бывает, человек совершенно не знал. Человек действительно не от него это зависело. Все может быть. Понимаете, если человек там родился в Советском Союзе, он только вообще узнал, что он еврей, когда ему было 37 лет примерно. Понятно, что никто его не будет наказывать за те годы, что он не надевал филип. Но есть ошибки, которые он уже немножко знает. Он мог бы знать лучше. Надо быть более аккуратным. И то же самое еврейский народ. Когда мы знаем, я его не убивал. Но когда в еврейском народе нашли труп, каждый должен чувствовать на себя немножко ответственность. Поэтому должен быть баланс. Должен быть баланс. С одной стороны, да, мы вступили сейчас в вот эти дни раскаяния, милосердия. Месяц Элуль. Это очень хороший месяц. Это тот месяц, который сам месяц помогает нам вернуться, приблизиться к Богу. У нас есть, слава Богу, нам Бог дал Тору, нам Бог дал книги. Бог дал сейчас в наше время очень много уроков Торы. Бог хочет и ждет, чтобы мы к Нему вернулись. И даст Бог действительно, чтобы все мы и весь еврейский народ действительно удостоился вернуться, подняться. Чтобы у нас действительно, чтобы мы в добрый час были записаны в хорошую книгу. И чтобы тот храм, о котором мы немножко упомянули во время урока, действительно, чтобы он был отстроен. Чтобы мы уже приносили, нарушен шоу, но мы уже приносили преджетоприношение. Настолько вот, чтобы весь еврейский народ смог собраться в храме. Всего хорошего. До встречи в эфире.